привет всем кто любит рукоделие с вами марина сегодня снова шью из лоскутов подойдут любые обрезки но я буду подбирать все-таки по цвету подходящие покажу как подготовить лоскуты чтобы шить было удобно также вошью молнию с потайным клапаном и и совсем не будет видно посмотрите какие у меня жесткие лоскуты что я сделала сварила кисель из крахмала этот метод многие знают а для кого-то совсем новинка хочется чтобы изделие было красиво и получилось а еще и шить чтобы просто было смотрите все лоскуты после крахмала я посушу про утюжила и они стали твердые беру любые крышки баночки и делаю кружочки сегодняшнюю очень оригинальную я бы сказала даже стильную подушку в подарок для своей знакомой на дачу домик в деревне но по цветовой гамме мне кажется и в городскую квартиру тоже подойдет я решила использовать утеплитель это slim tex также беру ткань можно взять как любую там старую простынь и нашивать буду кружочки советую досмотреть это видео до конца я подробно покажу все свои методы подсказки и надеюсь кто-то загорится сшить такую подушечку себе оригинальную милую сделанную своей дать не целый круг а половинку или срез сделать смотрите как на швейной машинке легко твердые такие кружочки пришивать они могли бы и фолдить если бы я их не подкрахмалила другой метод можно укрепить флизелином но сегодня без флизелина выбирала строчку шаг ставила пробовала несколько раз на образце вы тоже прежде чем пришивать попробуйте также я показываю что вот большой коричневый у меня не целый круг обрезанный круг для какой-то дизайна я маленькие кружочки вот так сверху еще пришивала занятие очень увлекательные я старалась чтобы разные по цвету были круги в разных местах как правильно обрезать готовую заготовку сначала я прочертила линию по ней сделала строчку только потом обрезала и края обметала в данный момент когда я делала еще не знала что я буду шить потом мне захотелось шить наволочку на подушку и вторую сторону я буду делать на молнии и с клапаном скажу вам сразу такой метод шью первый раз и сразу все получилось снимаю видео и вам показываю вторую сторону я хотела сначала сделать из мебельной ткани а потом выбрала ткань такого же цвета такой расцветочки как у меня некоторые кружочки как правильно расположить молнию я показываю беру ткань который будет внутри на нее молнию потом вот эту цветную ткань почему я сделала двойную потому что одна сторона наволочки плотная с утеплителем и с дополнительной тканью а вторая будет если в один слой будет такая скажем худенькая окажется правильнее чтобы обе стороны наволочки были но по толщине примерно одинаковые они немножко у меня все равно отличаются я вшила молнию очень все аккуратно получается много раз говорю что иногда делаю две строчки или можно с наметкой обязательно использую лапку для пришивания молнии вторую деталь я сделала вы видите меньше размером вот указать точные размеры где расположить молнию я вам не могу потому что кто-то это сделает в середине кто-то ближе к краю по правилам делают две трети большая часть 1 треть маленькая мой совет вторую деталь тоже размер делайте с запасом потому что нужно заложить складку какую складку вы будете закладывать чуть-чуть прикроете молнию или на сантиметрик больше это уже вы увидите в процессе я сложила вот так и сделала по краю строчку чтобы этот клапан тоже отстрочить все получается очень аккуратно красиво мне нравится пишите пожалуйста в комментариях кто уже шил такой молнии или вам понравилось и вы тоже хотите шить как правильно теперь соединить две стороны наволочки вроде бы просто но мне хочется сделать угол не очень острый а немножко сделать тупым я взяла ручку и начертила 4 угла чтобы прошивать было проще обязательно нужно соединить две детали иголками или сделать наметку и важная подсказка не забыть расстегнуть молнию иначе как нам вывернуть все об металла и смотрите какой уголок он не острый а немножко даже такой закругленный наволочка смотрится лучше какую подушку вставить все-таки мой совет не туго набитую а средняя вот такой у меня сегодня мастер-класс видео как сшить наволочку на подушку с клапаном на молнии дорогие любимые зрители хочу вам напомнить что у меня канал на ютубе на дзене группа вконтакте и в одноклассниках всех приглашаю в гости или насовсем ссылочки в описании под видео у нас большой коллектив рукодельниц мастериц всегда делимся своими работами можно получить совет и похвастаться всем желаю здоровья хорошего настроения и все у вас получится а